Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня помолимся небесному Царю, Утешителю, Духу Истины, Который везде сущий, везде сый и вся исполняет, Который есть сокровищ всех благ и жизнеподатель, Который Господь, скажем ему, «Приди, приди, приди, приди и вселися вны, И очисти нас со всякой скверной, Спаси, яко благие души наши». Спаси, блажа души наши. Аминь. Сегодня день Святой Троицы, Завтра день Святого Духа, собственно, единственный день в году о горе, Посвященный лично Духу Утешителю, От Отца Исходящему, Сыне Почивающему. Не пропустите этот святой понедельник Святого Духа. Ну а сегодня мы вынуждены говорить, да, о Пятидесятнице. Ну что значит вынуждены? Мы счастливы обязаны о ней говорить, То есть мы и хотели бы о ней говорить, и будем это делать. Помните, Иоанн Претеча говорил, «Идет за мной тот, кто сильнее меня, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Лопата в руке его, он будет очищать губно свое, и пшеницу в одну сторону, плевелы в другую. Плевелы сгорят огнем неугасающим. То есть два вида огня. То есть Духом Святым и огнем, и огонь для плевел. Это разные огни. И вот в виде огненных язык явился Дух Святый. Христос тоже говорил, что огонь пришел я не звести на землю, и как бы я хотел, чтобы он уже разгорелся. Вот в виде огня по этому сходит Дух Святой на собранных месте учеников Господа, на каждого отдельно почивает, не на всех сразу, как некий океан огня, а именно как отдельные языки, личностно подающиеся каждому присутствующих. Значит, исполняется пророчество, крещающиеся Духом Святым и огнем. Духом, то есть Духом в виде огня можно совместить тогда, они исполняются той самой ревности, о которой Христос говорил, что я хотел бы, чтобы этот огонь уже загорелся. Это огонь Духа. Он сходит на жертвы в Ветхом Завете, на жертву Аарона, на жертву Ильи. Он попаляет их, пожирает иногда вместе с водой и камнями. Теперь он сходит в сердца, умы, просвещает, вразумляет, открывает уста на проповедь Евангелия. Что мы скажем о Духе? О Духе будем говорить осторожно, ибо похуливший Духа не имеет прощения ни в этом веке, ни в будущем. Это тоже сказали Господни уста. Кто похулит сына или отца, тот может быть прощен. А кто скажет слово на Духа, тому не простится ни в этом веке, ни в будущем. Поэтому нужно иметь Духа, чтобы Духа не оскорбить. И быть осторожным в разговорах о Духе, ибо похуливший его лишается надежды. В Евангелии 16 главе Иоанна, в прощальной беседе Христа с учениками, говорится о Духе много. Он еще не пришел, но о нем уже говорится. Вспомним это. Христос опечалил своих учеников, и говорит, что я уйду от вас. Говорит, уйду к пославшему меня. От того, что я вам это сказал, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, что лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. Параклит, это имя Духа Святого, утешитель, он приносит с собой божественное утешение. То есть Христос говорит, если я не уйду, то Дух не придет. А Дух должен прийти, то есть должно закончиться, как говорят богословы, домостроительство Святой Троицы. Христос пришел и дело совершил, которое Отец ему дал. Теперь он должен уйти и уступить место Духу, который придет во имя Иисуса и будет напоминать ученикам все, что сделал и сказал Господь. И будет действовать Дух во имя Иисуса Христа. И таким образом будет заквашиваться к вечной жизни новое человечество. Вам лучше, что я уйду, ибо если я не уйду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Ибо он, придя, обличит мир о грехе и о правде, о суде. То есть дело Духа пришедшего обличать, не только исцелять и утешать, но также и обличать мир о грехе, о правде и о суде. Главный грех, говорит Христос, что не верует в меня. То есть о неверии в Господа Иисуса Христа рождает все остальное. Там прелюбодеяние, воровство, гордыню, безумство, там все, что там описывается, исходящее из сердца. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я к Отцу моему гряду. И о суде, что князь мира сего изгнан будет вон. То есть Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что Христос истинный Господь и Спаситель. Аминь. Что Он ушел к Отцу, ибо там Его место Он и Отец одно. Аминь. Что Христос победил князя мира сего, и во Христе мы имеем победу. Грядет, говорит, Христос сего мира князь, и во мне не имеет ничего. И еще говорит, в мире скорбны будете, но дерзайте. Я победил мир. То есть Христос победитель мира, Спаситель наших душ, единый с Отцом, вошедший на небо, куда положено Ему взойти, уже нося на себе плод человеческую. Это все нам говорит Дух. Это все слова Духа, которые сложены в церковном сердце. Еще много имею вам сказать, но вы пока не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину. То есть мы, ошибающиеся и заблуждающиеся, до тех пор и будем заблуждаться и ошибаться, пока Дух не будет наставлять нас на всякую истину. И нужно молиться Богу, чтобы Он дал нам Духа Своего Святого. Господь, сердце чисто созиждем мне Божий, Дух Святого, значит, обнови в утробе мои, и Дух прав обнови в утробе моей, чтобы мы не заблуждали и не были шатаемы всяким ветром мучения, ибо Он имеет власть наставлять нас на всякую истину. Не от Себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, Дух Христа прославит, потому что Троица чтит друг друга, Отец всю власть дал Сыну, Сын действовал во имя Отца, Дух придет во имя Сына, и действует мир в мире, Дух Сего Святой ныне во имя Сына. То есть все они раздают власть от себя другому. Смирение – это имя Святой Троицы. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Это 16 глава Евангелия Иоанна, одна из последних глав, это беседа Христа с учениками. Читайте о Духе, думайте о Духе, но главное – примите Духа, и не прогоняйте Духа, как Павел говорит, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы знаменовались в день искупления. Пчела убегает от дыма. Видели, как на пасеке дымком курят пчелок, чтобы не кусались? А Дух отлетает от всякого дыма страстей, поэтому как можно меньше греха, чтобы было как можно больше действия Духа Святого в мире. Ну, с праздником Святой Троицы, возлюбленной о Господе! Придите, люди, Три ипостасному Божеству поклонимся. Аминь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok